С нами будет, иного бы разве тебе, Помощника в скорбях неима мы, Господи, сил помилуй нас, Хвалить его огласит трубним, Хвалить его в апсалтире и гуслих. Господи, сил с нами будет, иного бы разве тебе, Помощника в скорбях неима мы, Господи, сил помилуй нас, Хвалить его в кемпании лица, хвалить его о струнных и органе, Господи, сил с нами будет, иного бы разве тебе, Помощника в скорбях неима мы, Господи, сил помилуй нас, Хвалить его в кемпаниях доброгласных, хвалить его в кемпаниях, Восклицание, всякое дыхание дохвалит Господа, Господи, сил с нами будет, иного бы разве тебе, Помощника в скорбях неима мы, Господи, сил помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим без истления, Бога Слово родшую, Сущую Богородицу Тя величаем, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Аминь, Господи, и Владыка, живота моего, Дух праздности, Уныния, любоначальное празднословие, не дай мне, Уныния, любоначальное празднословие, не дай мне, Дух же смиренно мудрый, а целомудрый, а терпение любви, даруй мне, Господи, Рабу Твоему, ей, Господи, Царю даруй, Моя согрешение служать, брата моего, так как Ты благословен, во веки веков, аминь, 16 поклонов, Господи, помилуй, Божий, милости буди нам грешным, Божий, милости буди нам грешным, и помилуй нас, Божий, милости буди нам грешным, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных Боже милости, буди нам грешным Создавы нас Господи, помилуй нас Без числа мы согрешили Господи Прости и помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных, Боже, милости буди нам грешным, создавший нас Господи, помилуй нас. Из числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас, грешных. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дажми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дарами зретье мое прегрешение, ежене осуждать и брата моего, якоб благословен еси во веки веку. Аминь. И дашь нам, Владыка, на сон грядущим покоя тела и души, и сохрани нас от мрачного сна греховного, и от всякого темного и ночного сладострастия, укроти стремление страстей, угоси рожение стрелы лукавого, яжи, наны, льстивно движимое, в флоте наше восстание утоли, и всякое земное и вещественное наше мудрование успи, и даруй нам, Божий, бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвейшее, сон легов и всякого сатанина, мечтания изменен. Восстави же нас во время молитвы утверждены на заповедях Твоих, и память судеб Твоих в себе утвержди имуще. Всеночное славословие нам даруй, вы же пейте и благословите, и славословите, пречистое и великолепое имя Твоя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Преславная, преснодевая Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наше. Уповани мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пояснение для разрешения недоумения относительно возникновения сего канона. Молитва бывает трех видов. Первая, начальная, просительная. К Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Евангелие от Иоанна 16.24. Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Яков 4.3. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это и самая примитивная детская молитва. Дай хлеба, дай здоровья, дай успеха, помоги спастись. Вторая ступень молитвы, более возвышенная, благодарственная, когда человек все принимает как дар, радость и скорбь, рождение и смерть. 1 Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Ио 2.10. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Ио устами своими. Это молитва рожденных свыше, молитва стремящихся к совершенству, молитва, украшающая путь Царства Небесное, приготовляющая человека к уподоблению Богу. Первые два вида молитвы возможны и на небе, до страшного суда. Откровение 6.10. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святой и истиной, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. Третья, самая возвышенная молитва, словословие, уподобление ангельским чинам. Человек ничего не просит, но все принимает и целует руку дающего. И восхищается совершенством Создателя, свят, свят, свят Господь Саваоф. На небе будет только этот третий вид молитвы, словословие. Откровение 19.4. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, аминь, аллилуйя. Откровение 19.6. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Святой Андрей Критский был порождением своего времени. Нес отпечаток состояния церкви того времени. В это время, как говорят все жития в церкви, было теплохладное, ладикийское состояние. Откровение 3.15. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горячь. О, если бы ты был холоден или горячь!» Откровение 3.16. «Но как ты тепл, а не горячь и не холоден, то извергну тебя из уст моих!» Святой Андрей, как и блаженный Феофилакт, мучился, взирая на своих посомых. Эти его мучения выразились в покаянном каноне, которым он пытался пробудить души людей. В это время в церкви практически всюду господствовала первая часть молитвы, просительная. Из жизни церкви практически исчезла радость спасенного грешника. Поэтому из каждого библейского события Андрей Критский извлек только вопль кающегося грешника, непримиренного со Христом. Этот канон написан практически для оглашенных. Для незнающих радости искупления. Во всем его каноне звучит одна горестная струна. «Я погиб, но есть надежда, что Бог может меня помиловать». Он перечисляет в каноне такие грехи, о которых в церкви не должно быть и речи. Весь канон его есть реквием на первой ступени, начальной, просительной. И только иногда прорывается благодарность, то есть попытка достичь второй ступени. Когда же он устремляется к третьей ступени словословия, то совершенно никак не связывает это по смыслу со всем каноном с библейскими событиями. По замыслу же возрожденного свыше человека, христианина, согласно духа Нового Завета, его творение должно быть разбито как минимум на три части и по продолжительности растянуто не менее, чем на весь Великий Пост. Из каждого события, и он очень часто надуманно, он буквально выжимал дух покаяния, применительных своим слушателям, молельщикам. Хотел ли он того, чтобы этот канон считался в первые четыре дня на первой неделе поста, весь столиком, разбитый на четыре части, и тем более за раз на одном богослужении, на пятой неделе поста, в среду вечером, так называемое Марье Настояние? Этого мы уже никогда не узнаем. Если это был его замысел, то он был не только неверен, но и порочен. Святой Иоанн Златоуст, только изъясняя заглавие книги «Деяния апостолов», говорит шесть проповедей, каждый из которых продолжительностью два часа. Протестант Риал-Перси составил целую книгу из своих проповедей, посвященных грозному пророку Ильи. Здесь же в быстром темпе мелькает 204 библейских событий от бытия до откровения, от Адама до Антихриста. Даже зная Библию наизусть, невозможно настроить свой разум на несколько строк, в которых в сжатом виде говорится о Сауле, в других строчках о Давиде и так далее. Если этот канон предназначался для чтения за один раз на одном богослужении, и потом этот канон не читался в течение года, считая, что слушатели, зрители, прихожане ознакомились с содержанием Библии, то этот канон выполнял роль отмазки. Что будто бы дело сделано, все знают Библию. Учитывая то, что тогда Библии у народа вообще не было, стоимость одной Библии равнялась 20-летнему труду рабочего. И читая проповеди Златоуста, мы совершенно точно можем сказать, что все эти 204 события, вспоминающиеся в каноне, напирающие одно на другое, были народу неизвестны. Стоящие в храме прицеплялись к словам «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», как и ныне. Таких ныне в храме 100%, считая священников, архиереев и патриарха. Почему за 1300 лет после составления канона никто из верующих архиереев, богословов не подверг этот канон такому рассмотрению? Каждое библейское событие несет в себе информацию о том, как это было и как должно было быть. Иначе сказать, из каждого события можно выжить. Просьбу – первая ступень. Благодарение – вторая ступень. Словословие – третья ступень. Неужели никогда в церкви за 1300 лет не было прослойки людей, примирившихся со Христом, уверовавших в Него всем сердцем, тех, о которых Писание говорит так? Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Галатам 20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившим меня и предавшего себя за меня. Римлянам 8.15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Галатам 4.6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей духа, Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Мы можем попытаться проникнуть в полноту возможного замысла святого Андрея Крисского. Второй канон его мог бы быть благодарственным, основанным на тех же библейских событиях. И третий канон, песен, словословие, основанный точно так же на тех же библейских событиях. Пример. Он упоминает об Ионе и Неневе, о его непослушании. Смысл этого события в том, чтобы мы не были такими непокоривыми, такими распутными, как неневитяне. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не убегал от лица Твоего, как иона. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не жил, как эти грешные неневитяне, не отличающие правого от левого, хотя их было 120 тысяч там». Второй канон на второй благодарственной ступени должен был бы составлен, и сегодня еще не поздно это сделать, на те же самые библейские события так. «Иону не поглотили волны, и буря утихла. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». Неневе обратилась от греха, перестала делать зло. Твой замысел о них, Господи, исполнился через строптивого пророка. «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». Эти события, Господи, Ты подвигаешь нас к благодарности Тебе, что посреди этого бушующего моря Ты хранил нас столько лет и привел нас к познанию Тебя, Иисус Христос, через проповедников Твоих, которые донесли на нас Святой Евангелие неповрежденным в истолковании святых отцов Православной Церкви. «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». И этим припевом «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную» наполнить все 204 библейских события, какие мы находим в нынешнем покаянном каноне Андрея Критского. Почему за 1300 лет Церковь не предприняла попытки подобия нынешнего покаянного канона возвести людей на третью ступень славословия Бога, чтобы песнь искупленных щад Божия слилась с песней херувимов? А он мог выглядеть примерно так. «Господи, Ты повелел его не бежать от Тебя, войти в корабль с иностранцами, стать зарубежником, но потом Ты сохранила его в более надежном корабле в очреве кита. Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Исайя 6.3. «Какое чудо Ты совершил, Господи, что целый столичный город так внезапно и скоро Ты поставил на колени! И они, не знающие истинного Бога, призвали Тебя, смирившись перед Тобою! О, как Ты велик! Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! Долготерпеливый многомилостивый Создатель! Как любишь Ты творение Твое, наделенное Тобой свободой действий! Как Ты показываешь, что человек, думающий о себе, что он избранник Божий, но не проникнутый Твоими замыслами, бунтует против Тебя, ропчат и оказывается хуже, непокоривее блудного сына, возвратившегося в отчий дом, и теперь, не хотящего разделить радость этого возвращения со своим отцом. Но Ты его увещеваешь, чтобы он вместе со спасенными воспел Тебя, Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! Такой длинной службой причтения канона Андрея Критского, утомительной и не приводящей к сокрушению, шаблонно делается попытка вести людей в покаянное состояние, но это абсолютно не достигается, а практически такой цели и не ставится. Эти пяти и более часовые стояния выражаются в словах «отстоял службу» и этим все кончается. Шаблонно-трафаретный перенос канона и такое монотонно непонятное чтение совершенно не достигает цели, как говорит о том Феофан Затворник, говорят церковно в славянском языке. Андрей Критский жил около 660-740 годов, архиепископ, преподобный, византийский ритор и гимнограф, автор покаянного великого канона, считаемого на первой и пятой седмице Великого Поста. был в числе подписавших анафему 6-му Вселенскому Собору. Впоследствии Андрей Критский раскаивался в том, что подписал еретическое определение. Традиция связывает с этим событием составление его знаменитого Великого Канона. Подобно как и самый покаянный, 50-й Псалом Давида был вызван его страшным грехопадением. Покаянный Великий Канон, состоящий из 250 тропарей и 11 ермасов, повествующий о сюжетах грехопадения и покаяния в Ветхом Завете и Новом Завете, преступления заповедей Адамом, убийства Авеля Каином, покаяния царя Давида и Мытаря и другие. Отличительные черты канона Андрея Критского отсутствие акростиха, наличие второй песни, число тропарей песни обычно превышает 4. Песня может иметь два ермаса. Это может быть всего лишь первая попытка к правильному отношению к канону Андрея Критского, да и вообще к любой молитве. 1 Коринфянам 10.33. Так, как и я, угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. пояснение к тому, почему мы сегодня молились так необычно. За нами будут смотреть, будут исследовать, но они ничего не найдут теоретического. Сама душа подсказывает, что в то время, в состоянии оглашенной, души она не может быть. Ей хочется все это выразить благодарением и словослоем, чего Андрея Критского в каноне вообще нет. На нас, Господь, это понять не только нам, но и тем, кто будет делать изыскания, чтобы обвинить нас в какой-либо ересе, отступлении и других грехах. Богу нашему слава. Аминь. Боже, милости буди нам грешным. Создавший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных. Спаси, Господи, и помилуй церковь истинную всех предстоящих пред Тобою. Спаси и помилуй наших иерахов, митрополита Илариона, епископа Евтихия и других. Нашего батюшку Протерея Акима, братью наших чецов, брата нашего Игнатия Труженика. Помоги, Господи, ему еще прославлять имя Того Святое для спасения душ многих. Благослови, Господи, братья наших, сестер на благовестие. Помоги, Господи, нам в этом, чтобы никогда мы этого не забывали. Мы всегда стремились благоугодить Тебе, Господи, благовестием. Помоги, Господи, путешествующей, Марине, приготовь путешествие батюшку нашего. Помоги, Господи, всем предстоящим здесь пред Тобою спасти души. И все, кто далеко от нас находится, братья наши потеряевки, и те, кто не смог сегодня прийти молиться в храм. Помоги им, Господи. Благослови Севастьяна, путешествующего ворота нашего Чица. И наших родных, близких, знакомых, которые не познали имя Твое Святое. Подвигни, Господи, прийти к Тебе с раскаянием и прославить имя Тво вместе с нами. Наших болящих посети милости Твою, Иоанна, Анну, и всех, Господи, кто болеет, Чад, Тарасия, Ливию, Агнию, восстанови милости Твою, дар и облегчение в страданиях. Тебе же за все слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистотой Твои Матери и Преподобных и Богоносного Отца Нажихи всех святых. Спаси и помилуй нас грешных, так как Ты благой и человека любивый. Аминь. Сегодня первое чтение в понедельник закончено, канона Андрея, великого канона Андрея Криска, со словословием и благодарением. Завтра будет продолжение в это же время, то есть с 5 часов 30 минут или в 6.30 вечера. С Мира Божьим по Дому! С Мира Божьим по Дому! С Мира Божьим по Дому!